Всем привет! С вами снова Виолетта Маурер или просто Ви. И сегодня на моем канале я бы хотела рассказать вам не просто о моих летних покупках, а о магазинах, в которых я одеваюсь чаще всего, где я заказываю одежду и то, что мне действительно нравится. Эта одежда не будет из люксовых или из каких-то дорогих марок. Я стараюсь одеваться бюджетно и считаю, что можно, не тратя большую сумму денег, быть стильной, модной и классной. Так что, если ты тоже хочешь оставаться на волне стиля, сразу предупрежу, это чисто мой стиль, это чисто мой выбор, то оставайся на моем канале, не забывая на него подписаться, поставить палец вверх и нажать на колокольчик. Также комментарии приветствуются. Ну а мы поехали! Знаете, хочу с чего начать? С того, что сейчас проанализируя всю свою одежду, весь свой летний гардероб, я поняла, что он разбился на буквально 4 или 3 даже основных магазина. Первый магазин это H&M. Я не отрицаю, что вещи из H&M, они буквально на 2-3 сезона, но бывают, встречаются такие вещи, которые ты носишь очень долго. Давайте не будем долго говорить и сразу приступим уже к одежде. Первая вещь это белая джинсовка. И я вам сразу скажу, что вы удивитесь ее цене, я купила ее за 1000 рублей. Купила я ее в Барселоне, но я уверена, что в любой точке H&M есть подобные модели. Сейчас очень большие распродажи вот в таких вот масс-маркетах. Я не знаю, как вы относитесь к масс-маркетам, кстати, напишите в комментариях. Лично я отношусь нормально, обычно, потому что... Ну а что, если не в масс-маркете, где вы будете закупаться? В люксовых бутиках, да вам одна вещь обойдется, как весь мой гардероб на год, на 2 года. Для меня H&M это магазин идеальный для разных кофточек, маечек, платьишек на лето. На зиму я редко покупаю там вещи, потому что зимой все-таки ты чаще носишь одну и ту же одежду, и тебе никак-то нет такого прям сильного желания ее менять. Поэтому конкретно там я рекомендую вам покупать верх. Верхнюю одежду на весну, осень, лето, то есть такие теплые времена. Я купила себе рубашку, она тоже стоила вообще недорого, по-моему, рублей 400 или 300. По-моему, эта вещь обошлась мне даже дешевле, чем если бы я заказывала ее на каком-то интернет-магазине. Следующая вещь, она не новая, но именно ее я купила в H&M и ношу уже, мне кажется, год или больше. Это комбинезон, он мега удобный. Я вам скажу, что вот это самая идеальная для меня одежда на лето. Потому что ты взял его, надел на себя и вообще не паришься, потому что все, в принципе, не сильно тебя обтягивает, тебе комфортно, не жарко, не душно. Вот в H&M, по-моему, я покупала его за рублей 600 или даже меньше, 500. У меня даже есть влог на канале, я оставлю ссылку. Я когда была в Москве, тоже снимала видео о том, какие бюджетные покупки, как можно за 1000 рублей одеться очень дешево. Можете перейти по ссылке и посмотреть. Только досмотрите это видео сначала до конца. Также для меня тренд остается не просто этого лета, а вообще тренд моего гардероба. Это кофты со спущенными плечиками. Данные модели будут выглядеть на любом типе фигуре очень красиво, поэтому советую вам присмотреться. Следующий магазин, и для меня он действительно стал этим летом также мастхевом, это Stardivarius. Просто это две вещи, которые я не могу вам не показать, если вы еще не видели и не присматривались с таким моделем, то, пожалуйста, посмотрите. Это два вот таких вот красивых-красивых платья вермишельки. Они просто офигенски подчеркивают фигуру. Если она у вас есть, конечно, особенно попочку, да, грудь, плечики, все идеально подчеркивает. Это не новые вещи, но вот именно я обожаю Stardivarius за такие модели. Присмотритесь, потому что у них обычно есть вещи, которые они меняют чуть-чуть, трансформируют, потому что это новая коллекция. Но на самом деле это один и тот же макет, просто чтобы вы думали, что это новое что-то. Но присмотритесь, я уверена, что там будет что-то. Это нереально крутое боди, я не знаю. То есть, опять же, у меня фишка такая, что у меня здесь не особо большой бюст, да, но как-то это, вот этот вот шикарный комбинезон, дело так, что он у меня есть, он виден, и это смотрится прям очень красиво. Цвет, как я люблю, прям, как он называется, болотный, да, ну вроде, или хаки, да, вот мой любимый цвет. В сочетании с белой юбкой цвет хаки это просто улет. Вот, и я знаю, что этот тренд уже, скорее всего, не тренд, ну, я просто купила эту юбку, когда это было прям вот только в пике, как-то называется, по-моему, лампасы, да, или как-то так. Я сразу скажу, я в этом некомпетентна. Вот, я увидела вот эти вот полосочки по бокам, be cool, just be cool, и они меня просто поразили. Никогда не думала, что можно будет вот так вот это сделать, как образ, но вы видите на фотографиях и на видео, это выглядит бомбезно. Третьим магазином, на удивление, стал интернет-магазин Gipur. Да, они мне раньше отсылали одежду по рекламе, но сейчас я сама присматриваюсь к моделям и просто заказываю, потому что мне очень нравится, все у них выполнено качественно, на уровне. И вот, честно скажу, больше всего на инстаграме сейчас всего листала и увидела, что больше всего у меня из этого магазина фотографий. Платье, которое вот сейчас может выглядеть очень обычно, и когда я его увидела на себе, примерила, это две разные вещи. Вот, вы можете смотреть сейчас на видео. Оно классное тем, что под него можно не носить бюстгальтер, то есть он здесь не нужен. Я в последнее время стараюсь носить вещи без лифчика, да, без бюстгальтера, потому что лето, жарко, и мне кажется, что даже это очень красиво и женственно смотрится, когда есть намек на то, что у вас там ничего нет. Очень классное платье, всем рекомендую, если оно, по-моему, его уже нет на сайте, но я уверена, что производители сделают подобную модель, потому что она разорвала весь интернет, и даже растебулы, я по ее, кстати, рецепту, рекомендации купила это платье и не пожалела. Следующее это платье, и верх от платья на мне сейчас это бодик, низ от платья отдельная юбка. Почему это удобно? Потому что я не всегда нуждаюсь в том, чтобы надеть какое-то красное платье, обычно я хожу в какой-то повседневной одежде и на какие-то мероприятия хожу очень редко, поэтому отделяющийся низ это очень комфортно, потому что этот бодик я могу носить абсолютно спокойно с шортами, с юбками отдельно, но когда я хочу добавить какой-то прям красоты-красоты, эта юбка прям ума смотрится, поэтому присмотритесь, если вы ищете платье на торжественное мероприятие. Также с этого магазина я заказала себе несколько купальников, в которых я просто влюбилась. Первый купальник вы можете видеть сейчас на видео, это красно-черный купальник. У меня впервые появились трусы на завышенной талии для купания. Скажу так, что для меня это не очень удобно, потому что я выбираю всегда в одежде практичность, чтобы я могла в купальнике загорать. Если у меня высокие трусы, то получается они закрывают у меня полы живота и он не загорает. Но с другой стороны его можно просто отвернуть, когда вы загораете, а для фото или для просто, чтобы выглядеть классно и иметь какое-то разнообразие у себя в купальниках, то прям супер. Второй купальник красный, и да, он такой мега сексуальный. Единственное, что в нем мне не хватает места для бюста, потому что там нету пушапчика, вот. И как-то на меня эта модель не села. Но вы должны понимать, что модели не могут подойти под всех, поэтому, возможно, вам она прям супер сядет, если у вас немного другая комплекция. Но для фото и фотосессии прям ума. Я честно рассматриваю купальники закрытые, чисто потому, что в них можно взять фотографии. И очень странно, что четвертым магазином в моем списке стали магазины Shinside и Romwe. Вот эти вещи, я вам сразу скажу, они, да, кроме купальников, они на один сезон. Не знаю почему, но вот стоит мне поносить их несколько месяцев, они уже приходят в какое-то не очень хорошее состояние. Но если вы блогер, если вам нужно много фоточек с разной одеждой, то это идеальный вариант. Два купальника, один белый, мне он очень сильно понравился, он выглядит прям так муа, сладко, классно. Очень круто на загорелом теле. И второй черный, не скажу, что он мне понравился, потому что я люблю все-таки, когда сзади на купальниках не так сильно закрываются ягодицы. Итак, давайте подведем итог. Я одеваюсь довольно скромно. Не, я имею в виду не насчет того, что я без открытия. Я не часто покупаю себе одежду и делаю это очень аккуратно. Я не транжира. Но если мне что-то понравится, то я могу это себе позволить, когда прям очень хочу. Четыре магазина, H&M, Bershka, Stradivarius и Shinside и Romwe, палец не выгибается, для меня стали летним мастхевом. Поэтому я надеюсь, что вам это видео было полезно и интересно. Обязательно напишите в комментариях, какая вещь вам понравилась больше всего, или же вам понравилось много вещей. Как вы относитесь к своему гардеробу? Часто ли вы покупаете вещи? Заказывайте с интернет-магазинов или нет? Я обязательно прочитаю все ваши комментарии, и самое лучшее буду отмечать сердечком. Также, если вы хотите, чтобы следующие ролики в рубрике про стиль и одежды уходили с людьми, которые в этом разбираются на 100%, дайте знать в комментариях, потому что я могу пригласить гостя в свою студию, который, может быть, на основе моего гардероба или на основе разбора вас поможет и сориентирует меня тоже в том числе, потому что я не эксперт в этой области. Все, всех люблю, всех целую, оставайтесь такими же классными. И помните, что все, что не делается, все к лучшему. Любые покупки, которые вы не делаете, они к лучшему. Вы можете их перепродать или отдать. Вот, что говорю. Все, всех люблю. Пока.